В это тяжелое время помойка уже не так насыщена и разнообразно питает. Но тем не менее, я нашел пироги, когда пошел снимать превью этого обзора. Я просто в шоке. Помойка снова кормит. А также нашел эту гитару. Помойка кормит. Вот она кормит. И тут накормит. Хочу посоветовать вам супер крутой и интересный паблик ВКонтакте, в котором собрано огромное количество ценных находок. Подписчиков больше 100 тысяч. Группа называется Ценный Лут. Советую всем зайти по ссылке в описании и подписаться. Ссылка в описании. Встретимся в группе. Это обзор моих находок из помойки. Готовьте Дошираки или Мивину и всем приятного просмотра. Нашел на стриме два скейта в одной помойке. Скейты в нормальном состоянии. От бренда Реакцион. Смотрел на Авито сколько такой стоит. Примерно две тысячи рублей. Ну а я продам каждый по полторы тысячи рублей. Я к сожалению не являюсь фанатом скейтбордов. Но судя по тому как крутятся подшипники их точно нужно смазать. Ну а так скейты на полном ходу. Кататься можно. Нашел стойку для двух электрогитар. От бренда OnStageStance. Стройка в нормальном состоянии. Первый раз такое нахожу. Вот только здесь немножко погрызанная. И вот в этом тоже месте. Но это фигня. Новая стоит такая полторы тысячи рублей. А я продам рублей за 800. Нашел роль от Жигуля. Жалко только то что в помойке был только руль. А охота было найти конечно же целый Жигуль. Состояние в принципе нормальное. Продам на Авито рублей за 500. Нашел в одном пакете кучку пластинок. И кстати пластинки реально классные. Анна Герман, Владимир Высоцкий, Битлз, Алла Пугачева, а также Адриана Челентано. Блин я всегда мечтал найти в помойке патифон. Но ни разу не находил. Нашел соковыжималку от бренда Браун. Полностью рабочая. Вот только вот эта штука немножко надломана. Но это не критично. Продам на Авито рублей за 200. Нашел в помойке зиплок пакет с интересным содержимым. Внутри пакета табак для самокруток, машинка для самокруток, бумажки для самокруток, а также фильтры для самокруток. Неплохая находка для курильщика. Нашел джойстик для компьютера от бренда Сайтек. Модель Киборг Эво. Джойстик очень удобный, можно настроить его как хочешь под себя. Все кнопки работают, все протестировал. Это уже второй джойстик для управления самолетом, который я нахожу в помойке. Неплохая находка. Продам или положу в сюрприз бокс. Снимаю шляпу и склоняю колены перед самыми щедрыми подписчиками. Самые лучшие комментарии последних видосов, а если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Чаще всего в помойках я нахожу электрочайники, а еще лампы для маникюра. Вот это абсолютно рабочие. Продам рублей за 200. А у этой были сгоревшие лампы. Продам рублей за 100 на Авито. Нашел колонку очень странную с церковными песнями. Ее даже можно подзаряжать с помощью солнца. Звук неплохой. Прикольная вещь. Можно накачать сюда Моргенштерна и ходить по улице с такой прикольной колонкой на шее. Нашел iPhone 5s на стриме. Кому интересно посмотреть запись, как нашел, заходите на второй лайв канал. Ссылка в описании. С задней стороны iPhone в принципе выглядит нормально. Но вот спереди у него разбит экран. К сожалению, iPhone не включается. У меня есть небольшая кучка дисплеев для айфонов. Попытался заменить, но в итоге картинки все равно не было. Когда я его ставлю на зарядку, он нагревается, скорее всего заряжается. Но, тем не менее, он не включился. Придется продать на запчасти рублей за 500. Блин, когда я уже найду незаблокированный рабочий iPhone, хотя бы с битым экраном. Постоянно какие-то косяки, которые даже никак не исправить. А вкладывать деньги нет никакого смысла. Скорее всего, он заблокирован iCloud. Поэтому проще его продать на запчасти и не заморачиваться. Нашел коробку от iPhone 11 Pro Max. На 256 гигабайт. Реально ценная находка. Продать эту коробку можно будет на Авито рублей за 500. В принципе, так же и этот iPhone продам за 500 рублей. iPhone 5s по цене коробки от iPhone 11. Если когда-нибудь я разбогатею, то обязательно куплю себе такой айфончик. Штребушата, мне нужна ваша поддержка. По статистике, 58% человек смотрит меня без подписки. Это очень обидно, ведь я стараюсь для всех одинаково. Сделайте, пожалуйста, красную кнопку серой. Нашел очередной увлажнитель для воздуха. Полностью рабочий. От бренда Kintec. Что-то их частенько выкидывают. Неужели они никому не нужны? Работает просто изумительно. Бак даже не течет. Продам рублей за 500 на Авито. Первый раз в жизни нахожу робот-пылесос. От бренда Pullman. Давно мечтал найти подобный пылесос. Есть одна проблема. У пылесоса сдохший аккумулятор. Поэтому после зарядки его хватает максимум на 5 минут. Модель Pullman PL1016. В принципе, можно заменить аккумулятор и им пользоваться. Рабочая Smart TV приставка. Сзади имеется разъем для подключения LAN кабеля, HDMI, а также флешки. Модель MAC245. В комплекте был блок питания, USB кабель и даже пульт. Продам за 400 рублей на Авито. Нашел неплохой походный рюкзак. От непонятного бренда. Цену на него в интернете не смог найти. Скорее всего, рюкзак с Алиэкспресс. Как по мне, неплохой рюкзак, чтобы ходить с ним на пикник или в мелкие походы. Нашел два штатива для телефона. Первый обычный, самый бюджетный. Но вот второй вообще топовый. От бренда Fujini. У штатива гнутся ноги, это очень удобно. А еще стоит шарнирная головка. Единственный минус, слегка поломалось крепление для зажима телефона. Но в принципе, это не критично. Самое прикольное, что у меня почти такой же есть штатив, который я покупал за 500 рублей на Авито. А этот достался мне абсолютно бесплатно. На такой штатив можно установить абсолютно любой фотоаппарат. И он его выдержит. Офигеть, реально крутая находка. Оставлю его себе. И кстати, нашел крутой фотоаппарат от бренда Panasonic с камерой на 14 мегапикселей с сенсорным экраном. В комплекте с фотиком был USB кабель, чехол и даже зарядка. Модель цифровика Panasonic Lumix DMC-FP3. На нем даже видео можно снимать. В нем даже стояла флешка на 8 гигов. В принципе, фоткает неплохо, положу в сюрприз бокс. Нашел крутые игровые наушники от бренда Platronics. Смотрятся они, конечно, потрепанно. Пришлось их не совсем красиво починить. Изначально были поломаны в этом месте на две части. А также был оторван провод динамика. Работают через USB. Звук в них просто офигенный. Есть поддержка звука в режиме 7.1. Стоят такие новые примерно 2500 рублей. А мне достались абсолютно на халяву. Печально, конечно, живется людям, у которых руки из жопы. И которые не могут даже элементарные вещи починить. Я-то их восстановил. Теперь в этих наушниках буду стримить и кайфовать от халявы. Нашел двухстороннюю доску для рисования. Находка реально полезная. На ней можно рисовать специальным маркером и стирать это тряпкой. Это очень удобно. С другой стороны на ней можно рисовать мелками. Продам на Авито рублей за 500. Нашел очередной, но ушатанный в хлам айфон. К сожалению, разбит он с двух сторон очень сильно. Изначально был найден с этой взрывоопасной батареей. У меня в заначке была батарея от четверки. Я ее поставил, но айфон все равно не включается. Попробую продать его на запчасти рублей за 200. Неплохой пауэрбанк-каньон на 5000 мАч. Полностью рабочие, мне хватает им зарядить телефон раза на два. Игра викторина с заданиями для влюбленной пары. Вот, к примеру, одна из карточек. Чем, по твоему мнению, мы займемся через час? Скорее всего, я знаю, чем они займутся. Оу май! Положу эту игру в сюрприз бокс. Нашел неплохие кварцевые часы от бренда Ориент. Стоят такие на Авито рублей 800. Я их продавать не буду, положу в сюрприз бокс. Нашел книжку с сюрпризом. Любой человек бы подумал, что это обычная книжка, но нет. Внутри можно прятать все, что угодно. Это просто охеренная нычка. А вообще, это коробка от духов. Положу эту книжку в сюрприз бокс. Целый пакет новых пожарных датчиков рубеж. В комплекте с датчиком идет рамка крепления и новая батарейка крона. Кто не знает, что это такое, это дымовой датчик, который просто пищит, когда в доме пожар. Продам эти датчики по 150 рублей за штуку. Хотя на Авито такие продают по 250. Небольшое количество мелких находок. Нашел прикольную шарнирную куклу. Стоят такие на Авито примерно по 1500 рублей. У этого типа даже татуха есть на спине. И прическа даже норм. Продам эту куклу на Авито за 1000 рублей. Телефон на андроиде с разбитым фламинным экраном. Менять экран на нем нет смысла. Продам на запчасти рублей за 150 на Авито. Модель телефона Кромакс Д320. Офигеть, таких моделей я еще не видел. Две пары женских очков. Кстати, вот эти очки не дешевые. Они от бренда Донна. Стоят новые примерно 4000 рублей. Пять кнопочных телефонов, из которых работает только вот этот синий Самсунг. Что с ними делать, я даже не знаю. Обложка от удостоверения. Был бы у меня в реале пропуск к мусорным бакам, я бы его завернул в эту обложку. Рабочий MP3 плеер от бренда Texet. Памятью на 4 гигабайта. Очень похож на iPod. Изначально я подумал, что это он и есть. А еще я наконец-таки нашел себе нормальный триммер. Со встроенным аккумулятором. Работает прекрасно. Помойка радует, как всегда. Буду подбивать мошонку и радоваться халяве. Подведу итоги по продажам. Удалось продать бокс. Стойку для гитары. Охлаждение для ноутбука. Гитару. Коробку от айфона. Коробку от ноутбука. Электроплитку. За 10 дней удалось заработать 4250 рублей. Это капец как мало. Все из-за кризиса. Ой, сколько шерсти. Я просто в шоке. Кошка очень сильно линяет. Советую вам подписаться на мой канал. Посмотреть мои видосы. А также поддержите меня лайком и комментарием под этим видео. С вами был Штребук. Увидимся в следующих видосах. И всем спасибо за ваш просмотр. Пока. Субтитры делал DimaTorzok